Самарская среда Как убедить жителей Самары соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19? Какова реальная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах? Сколько протоколов уже составлено на нарушителей? В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самары. Евгений Ведоминович, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер. Мы практически полгода живем с вами уже в условиях пандемии. И в последнее время, вы знаете, вот лично у меня складывается впечатление, что жители Самары, ну, скажем так, расслабились и перестали соблюдать необходимые меры предосторожности. Я, честно говоря, сам часто вижу людей без масок в общественных местах и даже в аптеках, что удивительно. Вот вы, как заместитель руководителя управления, со мной согласны в данном случае? Ну, конечно, тяжело с вами не согласиться. Действительно, и статистика последних дней по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Самарской области говорит о том, что количество заболевших не снижается. И это свидетельствует о том, что действительно граждане, люди, жители нашего любимого, хорошего, красивого города расслабились и, наверное, устали, может быть, жить вот в таком жестком режиме. Но я думаю, что опять лето заканчивается, наступает осенняя пора, где-то дожди, холода, возникает наибольшая угроза заболевания, респиратурными заболеваниями, гриппом и ковидом в том числе. И поэтому действительно надо вспомнить о том, что наиболее эффективным средством защиты от всех этих вот инфекционных заболеваний является маска, это соблюдение масочного режима, ну и, естественно, социальное дистанцирование, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от заражения этой, надо сказать, непростой, непростым инфекционным заболеванием. — Вот, кстати, Евгений Ильич, вот вы как специалист скажите, а на ваш взгляд это вот с чем связано? Откуда у нас такая, ну, вы знаете, что ли, несерьезность, какой-то такой своеобразный взгляд на жизнь, он вот именно нам свойственен? Я вам поясню, о чем я сейчас говорю. Я сегодня наблюдал подобную картину, не связанную напрямую с ковид-19. Когда я ехал на студию, я видел, как женщина перебегала дорогу в неположенном месте. И она это делала там, где делать это категорически нельзя. Бедный водитель начал ей сигналить, затем он начал экстренно тормозить. Слава богу, все закончилось хорошо. Он успел оттормозиться, в него никто не въехал. Она испугалась, когда она поняла, что вот то, что она делает, на самом деле сейчас может либо ее жизнь оборвать, либо она может остаться инвалидом. То есть она заметалась, у нее был виден испуг. Мы так устроены. Почему мы начинаем думать о том, что надо беречь себя только тогда, когда вот мы видим реальную опасность? Ну, вопрос, наверное, философский. Тут или о загадочной русской душе, либо о том, что русский мужик не грянет, перекрестится только тогда, когда гром грянет. Не знаю. Разные, наверное, есть причины тому, о чем вы говорите. Но это на самом деле явление одного порядка. Перебегать дорогу в неположенном месте и идти в аптеку без маски. Ну, может быть, здесь недостаток знаний об этой беде, об опасности. Ну, и может быть, где-то личная недисциплинированность. Может быть, даже безалаберность по отношению. Мы, я в этой студии не раз говорил, что каждый человек, он обязан думать о себе, думать о своей безопасности. Он должен думать о безопасности, когда он купается, когда он идет по улице, когда жарко, когда холодно. Потому что инстинкт самосохранения должен у нас у каждого присутствовать. А вот ношение масок и соблюдение социального дистанцирования сегодня, это, наверное, один из, тоже один из инстинктов самосохранения должен быть. Мы должны думать о своей жизни, думать о здоровье близких, родных, детей, стариков. Я предлагаю посмотреть сейчас сюжет, а затем мы с вами продолжим нашу беседу. Дружинники патрулируют парки, скверы, площади и дворы. Их главная задача напоминает людям о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать мест общественного скопления. В регионе продолжает действовать масочный режим. Находясь в помещениях или транспорте, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. На данный момент идет некоторый спад инфекции, поэтому некоторые меры ограничений уже сняты. Но, тем не менее, гражданам необходимо помнить о определенных мерах безопасности и соблюдать определенные предписания. Это нужно, необходимо для того, чтобы инфекция не начала распространяться заново. Такие профилактические рейды дружинники организуют каждый день. Евгений Ильич, ну вот как бы на самом деле идут профилактические беседы. Людям рассказывают. Я, знаете, вот хотел что еще обсудить и о чем поговорить. Об очень важной, на самом деле, детали. Очень важно не доводить все до абсурда. То есть соблюдать некую золотую середину. То есть я, например, удивляюсь, когда вижу рано утром в парке, в пустом совершенно парке, человека, который идет в маске и в перчатках. Но я одновременно не понимаю, когда человек в магазине заходит в толпу, и он без маски. И вот ваш взгляд как профессионала, как профессионала гражданской защиты населения, где золотая середина? Какие меры защиты, они априори необходимы, ну а какие это уже, скажем так, личное дело каждому? То есть где вот тот минимум? Ну, вы совершенно правильно говорите о том, что нелепо, наверное, ну не то, что нелепо, но, наверное, излишним надевать маску на улице в раннее время, когда нет вокруг людей. Город пустой. Да, и не зря, и в постановлении губернатора, сегодня действует 150-е постановление губернатора, 30 июня, там говорится о том, что масочный режим должен соблюдаться в общественных местах за исключением улицы. То есть здесь здравый смысл присутствует, и он говорит о том, что маска нужна там, где есть вероятность близкого контакта между людьми. Но, наверное, все-таки вот эти меры, социальное дистанцирование, масочный режим. То есть полтора метра это важно на самом деле? Да, это важно, это очень важно, да. И, наверное, соблюдение санитарных правил, это мыть рук с мылом, соответственно, выполнение дезинфицированных мероприятий дома, на рабочих местах. Это, скажем так, входной температурный контроль, но это уже задача работодателя обеспечить вот эти все мероприятия, когда сотрудники приходят на работу, чтобы человек больной не попал на работу. И, а если он вдруг не знает свою температуру, ему подсказали, чтобы он мог обратиться к врачу, получить нужное лечение. Но, наверное, вот не зря, значит, постановлением правительства, распоряжением правительства Российской Федерации 12 апреля было издано распоряжение правительства, 975-е, которая наделила правом составлять протоколы за нарушение в области выполнения режима повышенной готовности ряд должностных лиц, В том числе и в муниципалитетах такое право дано было руководителем и заместителем органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения, и руководителем и заместителем аварийно-спасательных формирований штатных. В городе у нас таким правом наделен руководитель управления гражданской защиты, его заместитель я, и руководитель и заместитель начальника муниципального казенного учреждения поисково-спасательный отряд. Ну и мы этим правом пользуемся и работаем с гражданами, с юридическими лицами по кодексу об административных правонарушениях. Вот если об этом говорить, в Самаре, насколько я понимаю, усилили вновь, существенно усилили меры по борьбе с COVID-19, потому что у нас каждый день сейчас достаточно много заболевших-то, более сотни. Вот в чем суть этого усиления? Ну, усиление, наверное, в первую очередь это направлено на дополнительное еще информирование граждан через все средства массовой информации, через сеть интернет, через какие-то общественные организации, через стенды. О необходимости соблюдения масочного режима и в том числе доведение ответственности за нарушение вот этих правил, которые установлены в режиме повышенной готовности. Плюс усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Нередко действительно пассажиры либо при входе одевают маску, а зайдя в салон автобуса или трамвай-троллейбуса снимают ее, либо вообще игнорируют это требование. Ну, вот могу сказать, что в августе месяце было сотрудниками департамента транспорта, руководством транспортных предприятий и организаций города проведено 62 ареи. Это вот в августе было, значит, около 270 пассажиров было высажено из транспорта, в том числе из автобусов 242, из троллейбусов и трамваев 33 человека. Это в том числе вот как раз вот эта работа проводится совместно с сотрудниками полиции, совместно с сотрудниками добровольных народных дружин. Ну, и это в свою очередь, конечно, дисциплинирует пассажиров. А какова сегодня реальная ответственность за несоблюдение масочного режима? За несоблюдение масочного режима, вот с точки зрения закона, это кодекс об административных правонарушениях, статья 20.6.1, она введена в апреле этого года в связи с пандемией, и она предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Ух ты, до 30 тысяч? До 30 тысяч рублей, но это на граждан, на физических. Я сейчас понимаю, что мы говорим про физлиц, про людей, скажем так. Да, ну, мы работаем не только с физическими лицами, но еще и с юридическими лицами. У юридических лиц предприятий, у юридических лиц ответственность гораздо выше, там от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. То есть 100 это только минимальное? Ну, минимальное предупреждение, как вот мы говорим, предупреждение, либо штраф. А начальное 100 тысяч рублей за юридических лиц. Мы ведь говорим о том, что вот кроме масочного режима, есть же другие способы защиты, борьбы с вирусом. Это обработка дезинфекционными средствами общественных пространств, это обработка подъездов жилых домов, контактных поверхностей в жилых домах, это перила, лечничные марши, кнопки лифтов. И управляющие компании, у них есть обязанность ежедневно проводить дезинфекцию этих поверхностей, этих помещений. И там, где административные комиссии внутригородских районов, там, где руководители органов местного самоправления, имею в виду глав администрации внутригородских районов, видели нарушения, там, где были жалобы граждан, мы к таким нерадивым управляющим компаниям тоже принимали меры. Могу сказать, что всего было у нас 33 решения суда в части наложения штрафов. То есть суд, наложение штрафов, это на управляющие компании? На управляющие компании нет, не только, 33 штрафа всего. А, 33. Да, а что касается управляющих компаний, там 29 было наложено штрафов. Это на нерадивые компании, которые плохо? На нерадивые компании, да, это вот начиная с апреля месяца. Вот, но скажу, что вот принятыми мерами, они по большому счету заставили, побудили компании управляющие выполнять эти мероприятия, и гораздо меньше стало и нареканий со стороны жителей, и со стороны органов власти, к управляющим компаниям. То есть действенные меры. Точно так же мы принимаем меры не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые осуществляют торговлю, потому что в соответствии с постановлением губернатора ответственность за выполнение масочного режима несут руководители организации, которые осуществляют торговую или иную деятельность на территории, если посетители находятся без масок. В отношении них тоже штрафы всего 335 тысяч рублей взыскано с таких юридических лиц. Уже. Уже, да. Не взыскано, назначено штрафов, прошу прощения, да. И в отношении физических лиц вот у нас 3 тысячи рублей назначено штрафов. А, кстати, а сколько всего уже вынесено вот постановлений, протоколов составлено? Ну, всего составлено 234 протокола, из них 68 в отношении управляющих компаний и порядка, так, секунду посмотрю, подгляжу, 145 протоколов по объектам торговли потребительского рынка. Вот. Да, из них часть уже направлена в суд, 205, и вот принято 73 решения судами, это наложено 33 штрафа, вынесено 19 предупреждений, ну, и часть документов возвращено судами без реализации по разным причинам. Там, где те граждане, либо должностные, или юридические лица доказали, ну, свою, скажем, невиновность, либо устранили те недостатки, которые были выявлены в ходе проверки. Иген Яминович, а вот, кстати, такой вопрос мне интересует. Вот, вот, а как может торговая организация побудить своих клиентов быть в маске, потому что, ну, человек зашел и говорит, не хочу. Вот, что тогда делать? Вот, скажите, как это сделать. Ну, вопрос действительно сложный, но, тем не менее, там, где есть, скажем так, какая-то гражданская ответственность руководства этих компаний, там просто не обслуживаются такие покупатели. И в крупных сетевых компаниях, с самого начала, хочу отмечить, вот, сеть Леруа Мерлен, да, тут же Ашан, где на входе служба безопасности, скажем, те же охранники, рекомендовали гражданам одевать маски. Сейчас, вот, я хочу сказать, что при проведении массовых мероприятий, вот, очень хороший пример, это музей под открытым небом, который вот у нас в течение 10 дней, по-моему, наработал на площади Куйбышева. Очень большое количество граждан посетили эти мероприятия. Организаторы обеспечили наличие дезинфекции на входе рук, выдавали маски те, кто заходил без масок. То есть, решение вопроса возможно, если те же торговые сети, либо руководители магазинов, каких-то организаций, заинтересованных покупателей, они обеспечат их и средствами защиты, ну, попросят. Ну, то есть, это старый поговорок, тот, кто хочет добиться цели, тот ищет пути. Да, у кого есть, да, желание – это тысяча возможностей, а не желание – тысяча причин. Тысяча причин. Я предлагаю посмотреть сюжет, затем мы продолжим нашу беседу. Профессиональный водитель Алексей Антипов торопится на работу. Его организацию не коснулся режим самоизоляции, поэтому запас медицинских масок приходится регулярно пополнять. Сегодня Алексей немного сэкономил. Полицейские на блокпосту при въезде в Самару вручили ему средства индивидуальной защиты и памятку, как защититься от коронавируса. Защищаться люди должны в любом случае. Иммунитет должен быть крепкий. Вот. И все. Закаляться. Представители Общественного совета городской полиции решили включиться в борьбу с распространением вируса. На свои средства приобрели более тысячи медицинских масок и весь день раздавали их водителям. Посмотри, что творится в Москве в той же. Мы не хотим такого же. Ну и, соответственно, опять же, надо с водителями говорить насчет самоизоляции, потому что, опять, вот карантин, самоизоляция, машин – море. В парке Гагарина полицейские тоже раздавали брошюры и медицинские маски. К сожалению, в последние дни вот этот режим мы, жители города, перестали соблюдать. На улицах появилось больше машин, больше жителей ходят по паркам, по улицам, по скверам. И членам Общественного совета было принято решение выйти самим убедиться, и не только убедиться, пообщаться с жителями, постараться убедить их, что режим надо соблюдать. И соблюдение режима, в первую очередь, нужно для них, для их близких. Евгений Евгеньевич, смотрите, люди, на самом деле, ходят, стараются рассказывать, объяснять, когда речь доходит, скажем так, до наказания. Вы сказали, что протокол могут составлять, на самом деле, ограниченное количество лиц. Или все-таки есть еще кто-то, кто может, имеет право составлять протокол? Ну, этим же распоряжением правительство Российской Федерации наделило таким правом ряд должностных лиц МЧС России, Росгвардии, полиции. То есть, я сейчас рассказывал о полномочиях только органов местного управления, только городских властей, только муниципалитета. Кроме этого, еще, насколько я знаю, правительство Самарской области наделило такими полномочиями ряд министерств и ведомств своих структурных подразделений правительства. То есть, на самом деле, людей, которые имеют право проверить, имеют право призвать... Их гораздо больше. Я говорю только... Вот мы говорим о тех четырех человеках, которые в администрации городского округа Самара. Ну, я бы, наверное, хочу отметить еще, что мы составляем эти протоколы не только личным выходом на объект, а также по материалам, предоставленными внутригородскими районами, потому что, ну, четыре человека не охватит весь город, и мы используем те материалы, которые собирают административные комиссии внутригородских районов, те какие-то отделы жилищно-коммунального хозяйства, если это касается вопроса обработки подъездов. Ну, вот таким образом работаем. Вот вы начали как раз тему районов. Тема важная, сложная. Почему? Потому что, ну, в Самаре каждый район индивидуален. Подчас это такой маленький город. И вот как построена работа в районах по борьбе и с COVID-19, и по пропаганде, в хорошем смысле слова, по просвещению граждан? Ну, как я уже сказал, основной, конечно, наша задача это не наказать. Это профилактическая работа, это все-таки убедить граждан соблюдать эти правила, которые позволят им самим быть здоровым и сохранить здоровье родных и близких. Ну, они проводят такую же работу. Такая работа проводится управляющими микрорайонами, которые существуют внутри городских районах. Используется через раздачу листовок, информирование через общественные организации, через ТОСы, через управляющие компании, через активы дворов. Ну, всеми доступными способами. Кроме этого, как я уже сказал, они собирают материал, если в отношении нарушителей, актируют их, представляют документы нам в Управление гражданской защиты. Мы на основе этих собранных материалов готовим уведомления, вызываем нарушителей на составление протоколов, потом эти протоколы, установленным порядком, отправляем в суд по месту совершения административного правонарушения. Но кроме этого, администрациями районов идет еще большая работа. Те, которые выявляют, скажем, злостных нарушителей, кто неоднократно нарушает правила и торговли, и санитарного состояния, и выполнения масочного режима, социального дистанцирования, смотрят, кто не реагирует на замечания. По таким материалам направляются в Управление Роспотребнадзора по Самарской области, и там уже рассматривается вопрос вплоть до приостановки деятельности организации. Это право Роспотребнадзора. Это речь о юридических лицах? Да, о юридических лицах. А с физическими лицами, конечно, в основном это разъяснительная работа, это доведение информации, правил поведения, и еще раз довести то, что каждый должен заботиться о состоянии собственного здоровья, о собственной безопасности. А, кстати, вы слышали такой термин, ковид-диссидент? Ковид-диссидент, ну, конечно, слышал. И что бы вы там сказали? Есть ковид, есть спид-диссиденты, есть люди, которые отрицают наличие вот таких серьезных заболеваний. Ну, что бы им сказать? Ну, если вы в это не верите сами, то позвольте другим быть в безопасности. То есть, не соблюдая требования безопасности, не соблюдая масочный режим, вы подвергаете не только свою жизнь и свое здоровье опасности, а здоровье и опасность окружающих, граждан, социума, общества в целом, своих родных и близких. Ну, есть такие диссиденты, которые не признают и медицину, заканчиваются часто плачевно. Хотелось бы сказать, что сейчас вот начата прививочная кампания, и, наверное, я со своей стороны тоже хочу призвать всех жителей города активно включиться в кампанию прививочную против гриппа. Это позволит сохранить, наверное, жизни многие. Я могу сказать, я три дня назад привился от гриппа и тоже всех призываю, потому что ежегодно это делаю, я считаю, очень полезная и правильная привычка, которая может сохранить от многих проблем. А, кстати, а как бороться с ковид-диссидентами? И только вот призывами или все-таки можно как-то наказать? Ну, я думаю, что органы внутренних дел, наверное, смогут применять меры административного воздействия к таким гражданам. Евгений Амельевич, и вот последний вопрос, время подходит к концу нашей программы. Какой район вы бы выделили вот в этой работе, вот где вы считаете, ну, наиболее эффективным сейчас? Вы знаете, наверное, нельзя вот выделить какой-то район. Во всех районах работа организована, еженедельно, практически каждую неделю проводится оперативный штаб в городском округе Самара по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, где главой городского округа Самара, заместителями главы ставятся задачи, контролируется выполнение этих задач. Поэтому, наверное, мне бы не хотелось выделять какой-то район. Во всех районах, во всех внутригородских районах города эта работа организована на должном уровне. Ну что, спасибо за интересную содержательную беседу. Я, на самом деле, искренне надеюсь, что в ближайшее время появится прививка от COVID-19, и после этого мы постепенно, постепенно, постепенно... Выйдем мы с этой пандемией. Да, мы выйдем с этой пандемией, и вся эта история останется просто в воспоминаниях, или будет нас сопровождать, как ежегодные гриппы, РЗ и тому подобное. Да, но нам в любом случае надо будет вынести какие-то уроки из этой ситуации. Безусловно. Это очень большой урок для нас, для всех, о том, что нужно жить немножко по-другому, может быть, и... Еще раз, помните о собственной безопасности. Помните о собственной безопасности. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Евгений Вдовин, заместитель руководителя Управления гражданской защиты администрации городского округа Самары. И помните восточную мудрость, что капля предосторожности стоит рек лекарств. До свидания, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова